Насколько изменилась наша окружающая среда из-за электромагнитных излучений? За последние 25 лет она изменилась до неузнавания. Просто до неузнавания. Миллионы и миллионы раз, если говорить об уровне электромагнитных излучений. Бывший национальный совет по радиологической защите в одном из своих документов заявлял, что, по их мнению, радиационная среда, если можно так её назвать, ухудшилась во много миллионов раз относительно ситуации 50-летней давности. Во много миллионов раз. Это чудовищное изменение для окружающей среды Земли. Причём искусственные сигналы полностью заглушают собой все естественные излучения, в том числе и волны Шумана. Измерение резонанса Шумана внутри и вокруг городов стало абсолютно невозможным. Электромагнитное загрязнение шумами от мобильных телефонов заставило нас производить измерения в море. Доктор Вольфганг Людвиг, физик. В середине 80-х годов менее 3% всего населения большинства стран пользовались сотовыми телефонами. Сегодня почти 100% людей пользуются сотовой связью. Ко времени, когда человеку исполняются 19-20 лет, он пользуется мобильным уже около 10 лет. И мы совершенно не представляем, какой риск это в себе несёт. Человечество погрузило себя в океан электромагнитной радиации. Она сейчас повсюду вокруг нас, она невидима. Мы не можем её видеть, хотя знаем, что она существует. Каждый раз, беря в руки мобильный телефон, мы знаем это. Очень-очень сложно повернуть время вспять, если это вообще возможно. Но нам необходимо осознать наличие этих неблагоприятных для здоровья воздействий, чтобы у нас был выбор и возможность принять меры. В данный момент заявления Всемирной организации здравоохранения, касающиеся этого вопроса, утверждают, что заболевания действительно существуют. Мы не были единственным очагом раковых заболеваний вокруг мачтой мобильной связи. Таких очагов множество. Большинство видов рака, которые должны проявиться, просто пока не проявились. Как мы могли вообще думать, что прикладывание микроволновки к нашему мозгу может быть безопасным? Мы просто пока до конца не понимаем, что мы делаем. Перед нами, наконец, лежит заявление по вопросу, вызывает ли сотовые телефоны рак? Резонанс. Жизнь в океане микроволн. Вы никогда не думали, почему достаточно выйти на улицу, чтобы почувствовать себя лучше? 1951 год. Германия. Неизвестный ученый вот-вот сделает открытие, которое изменит все вокруг. Его имя – Винфрид Оттошуман. Он задал один вопрос, преподавая физику электрических процессов своим студентам. Каким образом сфера, помещенная внутрь другой сферы, может создать электрическое напряжение и, как следствие, некую частоту волны. Аудитория Шумана с трудом понимала предмет. Чтобы студентам было проще, профессор предложил им представить Землю в качестве первой сферы, а ионосферу в качестве второй. Затем он попросил подсчитать величину напряжения, существующего между ними. Сам не зная ответа, Шуман также занялся вычислениями. И, наконец, определил эту частоту, как примерно равную 10 герц. Как бы это ни казало Шуману невероятным, у нашей планеты был пульс. Поддающаяся измерению частота, окружающая всю жизнь на Земле. Хотя сам профессор был горд своим открытием, он не считал его исключительно значимым. Он опубликовал его лишь на последних страницах небольшого научного журнала под заголовком «Резонанс Шумана». Потребовалось несколько лет, и невероятная игра случая, чтобы профессор начал понимать истинную важность своего открытия. Эта игра случая началась 30 годами ранее, с подачи другого немецкого ученого, которого звали Гансбергер. При помощи электроэнцефалографа, построенного своими руками, Бергер первым зафиксировал на бумаге электрические сигналы, генерируемые человеческим мозгом. Сначала эти волны назвали по имени того, кто открыл их. Но Бергер, будучи скромным человеком, решил иначе, назвав их альфа-волнами. Вскоре после открытия профессора Шумана, один из коллег Ханса Бергера, доктор Анги Мюллер, случайно наткнулся на экземпляр того небольшого научного журнала, на тот самый номер, где несколько лет назад было опубликовано открытие Шумана. Он прочел статью не один раз, не веря своим глазам. Тут же осознав значимость того, что обнаружил, частота альфа-волн, зафиксированная Гансом Бергером, была почти идентична частоте резонанса Шумана, частоте планеты Земля. Доктор Анги Мюллер незамедлительно связался с доктором Шуманом, желая убедить его в необходимости дальнейших исследований. Шуман согласился, пригласив одного из студентов, чтобы лучше разобраться в своем открытии. Они детально изучили, как напряжение разряжается посредством молнии в резонаторе и анасферой Земли. И, наконец, высчитали точное значение этой частоты, частоты пульса Земли, частоты резонанса Шумана, равную 7,83 Гц. Это было невероятное открытие. Резонанс Шумана был не просто близок к частоте альфа-волн человеческого мозга. Он был идентичен ей. Частота мозга, контролирующая наши творческие способности, нашу деятельность, нашу стресс и беспокойство, нашу иммунную систему, неким образом настроилась на частоту нашей планеты. Пульс Земли стал пульсом самой жизни. Совпадение? Частота волны измеряется в герцах, что определяется количеством колебаний этой волны в секунду. Длина волны разнится от миллиардной доли размера атома до протяженности самой Вселенной. Теоретически, ограничений нет. И количество частот бесконечно. Если это лишь совпадение, оно одно из самых грандиозных в окружающем нас мироздании. Так что, собственно, это означает? Очень скоро нашелся тот, кто решил это выяснить. Звали его Рутгер Вивер. Он был известным ученым из Института Макса Планка. В начале 60-х годов 20 века профессор Вивер построил подземный бункер, чтобы изучать циркадные ритмы человека. Циркадный ритм — это цикл сна и бодрствования, неотъемлемый для любой жизни на Земле. В течение 30 лет профессор проводил эксперименты, в которых студенты-волонтеры должны были жить до 7 недель подряд в подземном бункере, будучи полностью экранированными от естественного резонанса Земли. В опубликованных результатах Вивер обозначил несколько ошеломительных выводов. Он обнаружил, что как только бункер изолировался от влияния резонанса Шумана, физическое и психологическое здоровье студентов ухудшалось. Он пригласил для исследования студентов. Он не проводил экспериментов на больных или старых людях. Это были молодые студенты. Поскольку они знали, Вивер знал, что последствия будут обязательно. Очевидно, что раз под землей резонансные волны Шумана отсутствуют, остаются лишь магнитные поля Земли. И поэтому, оказавшись в бункере, они стали хуже себя чувствовать. У них начались головные боли. Их циркадный ритм был полностью расстроен. Что интересно, как только он привнес волновые колебания частотой 7,83 Гц при помощи магнитного импульсного генератора, неприятные эффекты тут же прекратились. Не ставя добровольцев в известность, Вивер генерировал волны частотой 7,83 Гц внутри бункера. Каждый раз, когда он делал это, он отмечал, что болезненные ощущения волонтеров либо исчезали, либо ослабевали. Их стресс, головные боли и эмоциональные переживания теряли интенсивность. Их ощущение полноты жизни возвращалось в норму. Лишь возвращением волн резонанса Шумана. Исследования Вивера выявили невероятную взаимосвязь между здоровьем человека и естественной частотой нашей планеты. А в 2011 году новое революционное исследование дало основание предположить нечто еще более впечатляющее, что резонанс Шумана возможно связан с зарождением жизни на Земле. Этот прорыв – заслуга Люка Монтанье, обладателя Нобелевской премии, первым открывшего вирус иммунодефицита человека. Профессор проводил опыты с водой, изучая, каким образом она способна сохранять память, информацию о субстанциях, перед этим погруженных в нее, когда наткнулся на нечто, бросающее вызов самым основам научного мышления. Вся жизнь происходит от жизни. Это фундаментальный научный принцип, ни разу не нарушившийся ни в одном эксперименте. Жизнь может существовать только там, где она существовала до этого. И механизмом этого всегда понимался материальный способ. Такой, как яйцеклетка и сперматозоид. Однако эксперименты Люка Монтанье выдвинули совершенно иную гипотезу. Профессор показал, что цепочки ДНК, строительные кирпичики жизни, передают информацию друг другу, находясь в воде, посредством излучения низкочастотных электромагнитных волн. Даже когда цепочки ДНК находились в отдельных пробирках, профессор продолжал отмечать электромагнитное общение между ними. Насколько сложную информацию могут передавать подобные сообщения? Что ж, Люк Монтанье показал, что они способны организовывать нуклеотиды, компоненты, формирующие ДНК. Ученые пытались объединить эти компоненты тысячи раз, но до этого ни один эксперимент не позволял зажечь искру жизни или трансформировать нуклеотиды в настоящую ДНК. Если до этого ДНК в пробирке отсутствовало. Ведь жизнь может существовать только там, где она была до этого. Но у опыта Клюка Монтанье ДНК была полностью отфильтрована из воды, и все равно новые цепочки ДНК продолжали формироваться. Как это было возможно? Как Люку Монтанье удалось достичь того, чего не смог сделать ни один ученый до сего момента? Создать жизнь там, где ее не существовало до этого? Чем эксперименты Монтанье отличались от прежних? Наличием частоты, при отсутствии которой опыта терпели неудачу. Но когда волны этой частоты возвращались, эксперименты обязательно проходили успешно. Этой частотой была 7,83 Гц резонанс Шумана. Между жизнью и частотой нашей планеты когда-то установились тонкие взаимоотношения. Взаимодействие между живыми организмами и электромагнитными частотами. Своеобразные узы. Взаимосвязь. Свидетельство подобного можно обнаружить, читая научные публикации. Но более очевидные доказательства можно обнаружить просто выйдя из дома. Что еще может заставить вас чувствовать себя настолько лучше? Как все это произошло? Что ж, если взглянуть на историю Земли, это становится вполне очевидным. Волны Шумана были частью этой планеты с самого ее зарождения. Жизнь эволюционировала, будучи окружена ими. И неизбежно настроилась на них. По сути, наша чувствительность к частотам стала глубоким образом связана с нашей возможностью ощущать еще одно явление, присущее нашей планете. Магнитные поля. Два миллиарда лет назад магнито-тактическая бактерия установила простые, но интригующие взаимоотношения с магнитными полями Земли. Одноклеточный организм содержал в себе магнитные частицы, что позволяло ему, словно стрелки компаса, ориентироваться относительно магнитных силовых линий Земли. Усложнялись организмы, усложнялись и их взаимоотношения с магнитным полем Земли. Мы отлично знаем, что пчелы чувствительны к магнитному полю Земли. Мы знаем, что в их теле содержатся частицы магнитного железняка, и лабораторные исследования показали, что они на самом деле чувствительны к магнитным полям. В лаборатории можно продемонстрировать, что при создании искусственного магнитного поля вы можете контролировать то, как они строят свой дом. И выглядит логичным предположить, что пчелы используют магнитные поля для ориентации в пространстве. Хрупкость баланса жизни на Земле прекрасно иллюстрируется зависимостью растений от их опыления пчелами. Предполагается, что без пчел у жизни на планете мало шансов. Опыление насекомыми необходимо, по сути, для всего, что делает питание интересным для нас. Фрукты, орехи и другие подобные растения требуют опыления насекомыми. И пчелы являются одним из важнейших опылителей. Около 70% пищевых зерновых культур в мире опыляются пчелами. Если бы пчелы не существовали, у нас был бы однообразный рацион. Да, думаю, мы бы довольствовались весьма скудным существованием. И, конечно, так же, как необходимую нам пищу, они опыляют и дикорастущие растения. И во многих случаях мы не знаем всех нюансов опыления таких растений, но можем быть уверены, что без опыления пчелами множество растений планеты просто исчезли бы. В 2006 году случилось немыслимое. Колонии пчел по всему миру начали резко сокращаться. И никто не смог объяснить, почему. С нами сегодня Мэри Энн Фрейзер, старший член-корреспондент по пчеловодству Пенсильванского госуниверситета. Назовите, пожалуйста, классические признаки синдрома разрушения пчелиных колоний, чтобы любой пчеловод мог взглянуть на своих пчел и сказать, это классический случай этого. Симптомы таковы. Пчелы выглядят относительно здоровыми и сильными. И вдруг, в течение очень короткого периода времени, эта взрослая популяция пчел исчезает из колонии и покидает ее. Оставляя в улье множество молодых пчел, бросая мед и собранную пыльцу. На каких континентах Земли наблюдается синдром разрушения пчелиных семей? Падение численности медоносных пчел произошло на самом деле по всему миру. Во многих других странах точно так же отмечается сокращение популяции пчел. Имеет ли оно отношение к феномену под названием синдром разрушения пчелиных колоний, являющимся довольно уникальным набором критериев? Это другой вопрос. Но это одна из проблем, которую мы пытаемся решить, обмениваясь информацией с заинтересованными людьми со всего мира. Это стало предметом обсуждения примерно с 2006 года, в первую очередь в США, где очень много коммерческих пчеловодов, неожиданно сталкивавшихся с тем, что их пчелы были совершенно здоровы в какой-то момент, а затем, поздним летом, остававшихся наедине с этими невероятными потерями. И это не было похоже на ситуацию, что пчеловоды наблюдали раньше. То есть люди просто приходили к своим ульям и не находили там ни одной пчелы. Синдром разрушения пчелиных колоний поразил ульи по всему свету. Некоторые страны заявляли о потере до 70%. Было предположено множество обоснований для подобного. Но ни одно из них не было способно полностью объяснить, почему ни с того ни с сего пчелы не возвращались в свои ульи. Кроме одного сенсационного исследования Йозефа Куна и его команды. Во время эксперимента доктор работал с восемью пчелиными ульями. Он поместил обычный цифровой беспроводной телефон внутрь половины из них. Ученые хотели выяснить, не влияет ли присутствие аппарата на возвращение пчел в их ульи. Результаты были ошеломительными. В ульях, где дектовый телефон отсутствовал, пчелы возвращались как обычно. Но в ульях, где он был, пчелы практически не возвращались совсем. А в один ульей с беспроводным телефоном не вернулась ни одна пчела. Чтобы полностью осознать значимость эксперимента доктора Куна, мы должны для начала понять, как работает цифровой беспроводной аппарат. Причина, по которой вы можете ходить по всему дому, говоря по нему, в том, что базовая станция посылает электромагнитные волны, микроволны СВЧ-диапазона, к трубке. Совершенно то же самое происходит, когда мачта мобильной связи обменивается сигналами с мобильным телефоном. База беспроводного дектового телефона просто миниатюрная версия мачты мобильной связи. Если на пчел так воздействует излучение, исходящее от дектового телефона, на нее совершенно определенно будут воздействовать волны, исходящие от мачты мобильной связи. А уже около 4 миллиардов людей в мире пользуются мобильными аппаратами. За короткий срок почти вся планета ощетинилась мачтами мобильной связи. Чувствительность к магнитным полям позволяет пчелам ориентироваться по магнитным линиям Земли. Миллионные лет потребовались им для постепенного развития этой способности. Достаточно ли разумно предположить, что настолько тонкая чувствительность может быть нарушена даже минимальным изменением в электромагнитной среде? А если эта перемена колоссальна? Если она произошла чуть ли не за одну ночь? Существуют ли другие виды существ, обладающие подобной чувствительностью к магнитным полям? Чувствительностью, которая в конце концов делает их уязвимыми к искусственным излучениям? К сожалению, открытие нового протеина, названного криптохромом, предполагает, что чувствительностью к магнитным полям обладает вся жизнь на Земле. Они были открыты в 90-е годы 20 века в растениях, где их функция – поглощение синей части спектра видимого света для регулирования роста. С тех пор они были обнаружены у насекомых, животных, у млекопитающих, включая человека, и у птиц. Криптохромы – это биологические молекулы, это белки, и они генерируются генами, называемыми кригенами. И молекулы криптохрома, фактически, контролируют ваши циркадные, суточные биоритмы, включая производство мелатонина. Некоторые криптохромы, похоже, поглощают свет служа детекторами для ваших циркадных биологических часов. Таким образом, они принимают данные для цикла сна бодрствования, что свойственно множеству различных видов, как растений, так и животных. Но в 2000 году Торстен Ритц продемонстрировал еще более поразительную роль криптохромов. В серии опытов на малиновках он показал, что их ориентирование в пространстве не основывалось лишь на магнитной чувствительности, но зависело напрямую от клеток криптохромов, расположенных позади их глаз. Я думаю, публикация Ритца в 2000-м является одной из вех в науке, поскольку он предположил, что молекула криптохрома, которая известна в первую очередь контролем суточного биоритма, выступает у птиц в качестве компаса, магнитного компаса. Птицы буквально видят магнитные поля Земли, возможно, как более яркие или наоборот более темные пятна. налагающиеся на их поле зрения. И когда они поворачивают голову или тело, пятно перемещается, и словно на дисплее автопилота они видят нечто. Никто не знает, как это выглядит на самом деле, что позволяет им ориентироваться в полете. Он выяснил это, подвергая птиц воздействию радиочастотных полей, чтобы выяснить, не сбивают ли эти излучения их внутренний магнитный компас. Мало того, что это действительно нарушало ориентацию Малиновок, это происходило даже при весьма и весьма низкой интенсивности этих полей. И что по-настоящему важно, по-настоящему интересно, что очень низкий уровень радиочастотных полей вмешивался в работу компаса Малиновок. Эксперименты Ритца явно продемонстрировали, что на клетке криптохромов, используемые для навигации, серьезно воздействуют волны частот искусственного происхождения, причем при уровнях гораздо более низких, нежели уровни, считающиеся безопасными Международной комиссией по защите от неонизирующих излучений. Все исследования, посвященные ориентированию в пространстве, касающиеся тараканов, зебровых М1, малиновокур, показали, что у всех из них магнитный компас сбивался радиочастотными полями, уровень которых был много ниже разрешенных к использованию комиссии по защите от излучений. Они работали с птицами, в частности с птицами и насекомыми, и они показали, что они чувствуют поля гораздо ниже уровней установленных комиссией по излучениям, якобы безопасных для нас. Если посмотреть на уровни излучений, к которым они чувствительны, указанные в исследованиях, в публикациях, становится очевидным, что они значительно ниже того, чему дозволено подвергать нас и чему подвергаются наши соседи по окружающей среде. Определенно, существуют твердые научные основания для предположения, что магнитные поля, искусственные магнитные поля, неблагоприятно влияют на среду обитания множества видов. За последние 25 лет популяции многих видов ориентирующейся в пространстве при помощи магнитных полей Земли загадочно уменьшились. 109 видов мигрирующих арктических птиц резко сократились в количестве. 5 видов бабочек вымерли на Британских островах. 36 видов прибрежных птиц Австралии сократились на 75%. 10% бабочек планеты – на грани выживания. 45% видов всех обычных птиц Европы сократились в количестве. На 50% сократились популяции всех европейских луговых бабочек. Половина всех известных бабочек Британии под угрозой вымирания. Количество пчёл упало на 70%. 62% мигрирующих водных птиц Азии сокращаются в количестве или вымерли. 80% всех австралийских болотных птиц сократились в количестве. Половина видов пчёл Британии сократились на 70%. 4 вида американских пчёл уменьшились в количестве на 98%. Популяция полевых птиц сократилась на 79%. Один из 8 видов птиц мира находится под угрозой. 190 различных видов птиц на грани неминуемого вымирания. Насколько изменилась наша окружающая среда из-за электромагнитных излучений? За последние 25 лет она изменилась до неузнавания. Просто до неузнавания. Миллионы и миллионы раз, если говорить об уровне электромагнитных излучений. Бывший национальный совет по радиологической защите в одном из своих документов заявлял, что, по их мнению, радиационная среда, если можно так её назвать, ухудшилась во много миллионов раз относительно ситуации 50-летней давности. Во много миллионов раз. Это чудовищное изменение для окружающей среды Земли. Причём искусственные сигналы полностью заглушают собой все естественные излучения, в том числе и волны Шумана. Измерение резонанса Шумана внутри и вокруг городов стало абсолютно невозможным. Электромагнитное загрязнение шумами от мобильных телефонов заставило нас производить измерения в море. Доктор Вольфганг Людвиг, физик. Одна из причин, по которой криптохромы особенно интересны, в смысле возможной чувствительности человека к магнитным полям, это недавнее исследование доктора Фоули и его коллег, показывающее, что если вживить криптохромы человека в мухе-дрозофиле, то дрозофилы чувствительны к этим полям при наличии человеческих криптохромов. То есть, по сути, это доказывает, что криптохромы человека также чувствительны к магнитным полям, что они ощущают их. Открытие клеток криптохромов вызвало возрождение интереса к чувствительности человека к магнитным полям, чувствительность, которую Робин Бейкер предсказывал еще около 40 лет назад. Это не какая-то научная игра в жмурки. Это эксперимент, должны выяснить, обладают ли дети чувством направления. С завязанными глазами и ушами субъекты вращают на специальном стуле, чтобы он потерял ориентацию в пространстве. Стул останавливается, и субъект пытается угадать, на какую сторону света он направлен лицом. Запад. Догадка отмечается в маленьком компьютере. Если у детей нет чувства направления, их догадки были бы бессистемны. Но это не так. Дети в возрасте от 10 до 11 лет довольно редко ошибаются. Такое впечатление, что они действительно обладают чувством направления. И похоже, это связано с чувствительностью к магнитным полям. Когда ученые прикрепляют магнит к голове субъекта, это серьезно нарушает его способность ориентироваться. И это огромный прорыв в понимании происходящего. И это вызывает вопросы. Вопросы о способности людей, по сути, ориентироваться, используя магнитные поля Земли. Даже если они не могут этого сегодня, возможно, что они могли это делать тысячи лет назад. И, конечно же, поднимает вопрос, не является ли это процессом, посредством которого магнитные поля чувствительны для тела человека, что ведет к данным нарушениям циркадного биоритма и объясняет все эти неблагоприятные последствия для здоровья, которые мы столь часто наблюдаем в эпидемиологических исследованиях по воздействию магнитных полей. Если человечество чувствительно к магнитным полям, так же, как и пчелы, птицы и бабочки, означает ли это, помимо всего, что мы настолько же уязвимы к излучениям искусственного происхождения, влияют ли изменения нашей окружающей среды на нас так же, как они, что, очевидно, влияют на них? Электрочувствительность Чувствительность к электричеству – это когда люди начинают реагировать, их тело начинает реагировать на электромагнитные поля. Говоря в общем, электромагнитные поля, на которые они реагируют, это поля беспроводных коммуникаций. Это будут беспроводные соединения, вроде Wi-Fi, беспроводные телефоны, дектовые телефоны, мобильные телефоны и мачты. Все они излучают сигналы, которые наше тело никогда не ощущало до этого. И когда люди начинают ощущать некое воздействие, когда я начал чувствовать это, в первую очередь это ощущается в голове. У вас начинаются боли в голове, однако я не люблю использовать слова «головные боли», потому что эти боли в голове не похожи ни на одну головную боль, что вы когда-либо испытывали. Большинство людей жалуются на боли в сердце, аритмию, бессонницу, головные боли, нарушение зрения, головокружение и различные виды спазмов и судорог, когда они испытывают непривычные ощущения внутри тела. Но в действительности это может также нарушать функции эндокринной системы, функции щитовидной железы. В моем конкретном случае, хотя он, конечно, не показателен для всех, если я долго не покидаю зону интенсивных излучений, то начинаю ощущать довольно сильные боли в животе, и в дальнейшем это означает, что у меня может открыться внутреннее кровотечение. Я думаю, что симптомы настолько разнообразны, и взаимосвязи, о которых говорят эти люди, многим весьма сложно принять, как возможные, особенно если вы ничего не знаете о предмете нашего разговора, как не знает и большинство врачей. И это не их вина. Нас не учили распознавать эти состояния. Это новое явление, и наше понимание его находится в зачаточном состоянии. Мы делаем самые первые шаги к пониманию этой проблемы. Брайан, как и многие другие, страдающие электрочувствительностью, был вынужден произвести радикальные изменения в своем доме. Эти две комнаты были полностью изолированы при помощи металлической фольги, чтобы эта комната и наша спальня стали клеткой Фарадея. И если вы проверите уровень электромагнитного поля, микроволн, этот прибор просто преобразует микроволны в шум, вы обнаружите излучение мачты, находящееся в полумиле от моего дома, которое и причиняет мне неудобства. Изолировав комнату, я установил металлизированные стекла. Я смог избавиться от большинства электромагнитных излучений. Аспекты организма, позволяющие ему ощущать и реагировать на электромагнитные поля, можно сказать, и это можно воспринимать по-разному и в различных контекстах. И если углубиться и проанализировать этот вопрос, электрочувствительность, можно сказать, по сути, это реакция на саму жизнь. К примеру, если мы рассматриваем организм, пытаясь определить наличие в жизни в нем, мы на самом деле смотрим на наличие в нем электричества. То есть, если взять электрокардиограмму или электроэнцефалограмму, мы ищем при их помощи наличие электричества в исследуемых органах, в мозге или сердце. И когда мы убеждаемся в его наличии, это означает, что в теле есть жизнь. То есть, таким образом, на клеточном уровне электромагнитные поля являются частью самой жизни. Можно сказать, что вся жизнь чувствительна к электромагнитным полям. Надеюсь убедить людей, что электрочувствительность не миф, Брайан и еще несколько человек, страдающих ею, согласились участвовать в знаковом эксперименте в университете Эссекса. Опыты, которыми руководила Элейн Фокс, к сожалению, станут определяющей работой по этому вопросу. Вы должны войти в экранированную комнату на относительно небольшой отрезок времени. Мачту включают на 10 минут, выключают на 10 минут, и снова включают еще на 10 минут, чтобы убедиться, можете ли вы определить, включена она или нет. Я вошел в комнату, сказал им заранее, что я не могу сказать им, когда мачта включена или нет. Почему так? Потому что понимание того, как ты реагируешь на это, неверно. Все несколько сложнее для большинства людей, нежели они включили мачту и «О, мне стало хуже!» Выключили мачту и «О, я снова чувствую себя хорошо!» Все происходит иначе. Я периодически страдаю от сенной лихорадки, и если я надышался пыльцой, проходит некоторое время до того, как я почувствую на себе воздействие, но также требуется долгое время, чтобы я перестал ощущать его последствия. Пройдут сутки с того момента, как я ушел с поля с сеном, но я буду продолжать ощущать симптомы сенной лихорадки, и электрочувствительность для большинства людей во многом похожа на это. То, как команда исследователей организовала эксперимент, не оставляла Брайну и остальным добровольцам возможности доказать, что излучение воздействует на них. Такое впечатление, что это было неважно, поскольку ученые приняли необъяснимое решение не проводить никаких проверок состояния их здоровья. В первую очередь, люди заявляют о чувствительности к различным излучениям, говоря, «Я чувствителен к мобильным с 3G, я чувствителен к GSM мобильным». К примеру, существует разница в том, как работает модуляция. Я не имею в виду, насколько они правы в своих заявлениях, но если это так, имеет смысл, что люди, участвующие в вашем исследовании, заявляли о чувствительности к именно такому излучению, которому вы будете их подвергать. Если испытуемый, к примеру, всегда ощущает воздействие Wi-Fi, но не чувствителен к мобильным излучениям, если подобные люди существуют, тогда вам стоит убедиться, что они будут подвергаться излучению Wi-Fi, а не мобильной связи, поскольку вы в действительности пытаетесь доказать, что испытуемые чувствительны к тому, к чему они говорят. Никакого подобного дифференцирования сделано не было. Одной из причин, почему я считал это столь важным, было желание помочь людям, страдающим электрочувствительностью. И пару месяцев назад я был в доме одной женщины, считающей, что она страдает этим. Я пытался помочь ей объяснить, что такое электрочувствительность и в чем возможна ее проблема. Если вкратце, скорее стало очевидно, что эта женщина действительно столкнулась с некой проблемой, но дело было не в электрочувствительности, дело определенно было в чем-то другом. Но в процессе разговора выяснилось, что она подписалась на участие в Эссекском исследовании, чтобы попытаться выяснить, страдает она электрочувствительностью или нет. Тут у меня екнуло сердце. Некоторые из волонтеров не страдали электрочувствительностью, но подписались на участие в экспериментах в Эссекском университете, где мне заявляют, что проверок здоровья не будет. По сути, они обнаружили, и я говорю то, что написано в публикации, я ничего не перефразирую, что согласно их же словам, учитывая уровень реакции, ожидаемый ими у электрочувствительных людей, им было необходимо участие в исследовании не менее 132 человек, чтобы показать статистически значимые результаты. Вот сколько народу, если хотите, им требовалось, вот какое количество данных было им нужно, чтобы они могли заявить, что эта группа людей, очевидно, более чувствительна, чем та. У них было 44 участника, то есть изначально они могли рассчитывать лишь на треть данных от того количества, которое им было необходимо, чтобы хоть что-то обнаружить. В любом случае, они зафиксировали наличие близкого к значимому статистического риска, что означает, что люди, заявляющие о своей чувствительности, доказали, что они на самом деле чувствительны к излучениям со значимостью данных около 90%, то есть граница, после которой научная работа говорит «да, это статистически значимо», равна 95%. И если у вас нет такого уровня определенности, то это не является статистическими данными вообще. Это может быть случайностью или погрешностью. Они получили 90% определенную определенность возможного риска. Они не достигли планки, чтобы считать это статистически значимым результатом. Постоянное воздействие излучения на некоторых добровольцев настолько ухудшило их здоровье, что им пришлось отказаться от участия в эксперименте. Что касается Брайана, он ощущал воздействие опытов еще долгое время после того, как покинул Эссекс. Первое кровотечение в толстой кишке случилось со мной семь лет назад. Второй раз это произошло четыре года назад. Третий – около года назад. «Это не взаимосвязано», говорили мне. «Это не взаимосвязано, абсолютно. У вас разыгралось воображение. Сейчас у меня рак толстой кишки». То есть, с первого раза, когда у меня открылось кровотечение, до операции прошло семь лет. Когда я спросил доктора, сколько времени требуется, чтобы развился рак, он сказал, семь лет. То есть, вы можете буквально проследить от момента, когда я приехал в Эссекс, и один раз это случилось до этого. Именно тогда у меня начались кровотечения, и вместе с этим кровотечением начался мой рак толстой кишки. Как может подобный недоброкачественный эксперимент считаться настолько определяющим исследованием? Почему такая опытная команда ученых совершила настолько фундаментальные и очевидные ошибки в своей работе? Может ли это иметь отношение к тем, кто предоставил денежные средства? Эссексский эксперимент является одним из многих оплаченных исследованиями безопасности мобильных телекоммуникаций, компаний, основанной и финансируемой самой индустрией по производству мобильных телефонов. Вы можете объяснить нам, чем занимается ИБМТ и как она финансируется? Да, программа ИБМТ финансируется совместно с правительством Великобритании и индустрией мобильной связи, и она выделяет средства на исследование возможных неблагоприятных последствий для здоровья, связанных с данной технологией. Сам вопрос о том, кто дает деньги на научные исследования, является весьма противоречивым вопросом. Я знаком со многими учеными, вроде меня, начинающими читать новые публикации со страницы, где указано, кто это исследование финансировал. Как вы считаете, существует ли какой-либо конфликт интереса в том, что мобильная индустрия выделяет деньги на изучение вреда, причинениям ее продукции? Конечно, потенциальный конфликт интересов присутствует, и именно по этой причине подобные программы финансирования необходимо управлять очень осторожно. Мне приходилось немало работать с индустрией телекоммуникации, поскольку мне случалось организовать здесь представительство работников этой отрасли. Вот почему я говорил об этом очень давно. Я думаю, они хотели бы быть объективными, но в условиях рыночной экономики мало что стимулирует к этому. Они борются между собой за свою долю на рынке, поэтому они могут финансировать исследования, но скорее, как в фармацевтической индустрии, вы часто обнаруживаете, что они нанимают для этого людей, которые уже высказывались в их поддержку. Ученые не поп-звезды, они не зарабатывают много денег, им нужно содержать свой дом, свою семью, сложно обвинять их за осознание того, что если они получают не те результаты, то теряют возможность получать работу из этого источника в дальнейшем. существует психологическое давление. Даже при отсутствии прямого давления каждый случай индивидуален, но очевидно, что никто не отменял психологического давления, вынуждающего следовать ожиданиям организации, снабжающей средствами ваши исследования. Вы чувствуете себя обязанным ей? Да, вы чувствуете себя обязанным ей. Существует немало основательной статистики, показывающей, что там, где затрагивается вопрос воздействия электромагнитных излучений, исследования, проведенные на деньги энергетических или коммунальных компаний, оплаченные радиоиндустрией или индустрией мобильной связи, имеют значительную тенденцию к отрицанию негативных последствий, в то время как исследования с независимым финансированием, проводимые внутри университетов и так далее, склонны к обратному. Это сложная сфера для исследований. Научную работу подобного рода проводить непросто, и по причине ограничений на эксперименты на человеке, идеальное исследование это редкая вещь, всегда будут определенные сложности. Реально ли это заболевание? Да, абсолютно так. В данный момент заявления Всемирной Организации Здравоохранения, касающиеся этого вопроса, утверждают, что это заболевание действительно существует, симптомы могут быть очень тяжелыми и влиять на трудоспособность. Цифры гиперчувствительности к электромагнитным полям в районе 2-3%. Это люди, чье здоровье серьезно страдает от этой болезни. Однако, как я уже упоминала, на клеточном уровне на излучение реагирует 100% людей. Это означает, что последствия того, что здравоохранение не принимает этого всерьез, не признает этого. Потенциально огромный. И количество людей со слабой и умеренной электрочувствительностью, возможно, намного выше, нежели мы оцениваем. Несмотря на признание электрочувствительности Всемирной Организации Здравоохранения, единственной стороной, забочащейся о страдающих ею, является Швеция, где 2,5% населения получает соответствующую медицинскую помощь. Итак, что из этого следует? Мы являемся свидетелями экспериментального соединения между стандартным телефоном и уникальной мобильной трубкой. Это тональный вызов. И это серьезное достижение, поскольку одно дело передавать разговор, и совсем иное передавать точную цифровую информацию. Теперь набираем добавочный номер в исследовательском институте Челмсфорда, усовершенствовавшем эту технологию. На другом конце провода должна находиться Лис Чарник. Пришествие мобильного телефона в 80-х годах возникла необходимость в постройке сети, передающих антенн для них. С тех пор телефонные компании установили по всему миру более 5 миллионов мачт мобильной связи. Однако, как это не невероятно, собираясь наполнить атмосферу микроволновыми излучениями, они не провели ни одного исследования, чтобы убедиться в отсутствии вреда при долговременной подверженности подобному воздействию. Сеть мачт была построена без предварительной уверенности в ее безопасности. Звучит довольно жутко. И помимо этого, это постоянно. 24 часа в сутки мачта генерирует этот сигнал. Если мачта в поле вашего зрения, вы подвергаетесь ее излучению. По правде говоря, даже если вы не видите ее, вы находитесь под ее воздействием, если вы на таком расстоянии от нее, поскольку излучение проникает сквозь бетонные стены и прочее, которое немного ослабляет его, но не слишком. Если вы в пределах двух-трех сотен метров от мачты, вот чему вы подвержены круглые сутки. Представьте, если это можно было бы увидеть. Для нас бы это выглядело больше похоже на смог. При постоянном смоге искусственных излучений, окружающих нашу повседневную жизнь, при отсутствии тестирования его безопасности, нет ничего удивительного, что организм людей начал реагировать на происходящее. Что ж, это началось почти 10 лет назад, когда мне было чуть больше 30. В моей семье никогда не было случаев рака груди. Я вела здоровый образ жизни, но много лет жила в двух шагах от мачты мобильной связи. Больше 7 лет к тому моменту. Как далеко стояла мачта? Примерно в 100 метрах от моего дома. Ясно, очень близко. Да. И годами я ощущала симптомы, которые не связывало с этой мачтой, поскольку ничего не знала тогда, о расстройствах, связанных с электрочувствительностью. Я испытывала головокружение, частые и острые головные боли, у меня был плохой сон. Я нередко ходила к доктору, говорящему, что это либо стресс, либо какой-то вирус. И вдруг, как гром среди ясного неба, у меня обнаруживают рак груди. Это стало самым большим потрясением в моей жизни. Сначала я думала, что дело во мне, что я просто невезучая. И я начала проходить лечение. Но в больнице я постоянно натыкалась на своих соседей, причем я жила в маленькой деревушке и встречала на процедурах молодых женщин, живших рядом со мной. Насколько молодых? Мне самой было 30 с небольшим, им было около 40-50. Довольно молодые. Нас, соседок, было пятеро одновременно в течение полугода, диагностированных раком груди. В деревне было всего 18 домов, окружающих мачту мобильной связи. Поэтому Айлин решила выяснить, не начал ли кто-либо еще в округе вдруг испытывать подобные проблемы со здоровьем. То, что мы обнаружили, просто напугало нас, поскольку очень многие люди описывали симптомы, от которых я страдала годами. Головокружение. Да, головные боли и головокружение. А еще молодые женщины в нашей деревне испытывали проблемы, связанные с деторождением, предраковые изменения в клетках шейки матки, у некоторых был рак или доброкачественное уплотнение в груди. Другие виды рака. У одного из наших соседей, ему было 51 год, развилась болезнь моторных нейронов. И он, к сожалению, умер. То есть мы обнаружили жуткое количество заболеваний. Мы составили список у всех 77 человек, проживающих в окружающих домах. Из этих 77, сколько человек испытывали проблемы со здоровьем? Где-то в районе 70%. 70%? Люди годами испытывали проблемы со здоровьем, плохой сон, сыпь на коже, уплотнение в груди или рак. Да, последствия для жителей нашей деревни были огромные. И я считаю, что это массовая, всемирная проблема. С тех пор, как выяснилось, что мы не были единственным очагом раковых заболеваний вокруг мачты мобильной связи, таких очагов множество. И мы работали с местными учеными. Мы рассматривали другие мачты, стоящие где-либо достаточно долгое время. Проводили исследования, снова обнаруживая очаги рака. Перед таком количестве сотовых телефонов и мачт и триллионов, вкладываемых в мобильную индустрию, вы уверен, надеетесь, что к данному моменту существует требовательное управляющее ведомство, железной рукой заставляющее телекоммуникационную индустрию проявлять осторожность. Организации, устанавливающие строгие рамки, защищающие население, постоянно проверяющие, насколько воздействие, которому мы подвержены, безопасно. К сожалению, этого нет и в помине. Единственное, что у нас есть, это МКЗНИ. Что ж, МКЗНИ была основана в Европе около 20 лет назад, ради наблюдения за неионизирующими излучениями. Это расшифровывается как Международная комиссия по защите от неонизирующих излучений, и их работа состоит в наблюдении за всеми выходящими в свет публикациями. Ее членов не выбирают, в нее попадают по особому приглашению. Если вы предпочтительный кандидат, то есть она всегда стоит на стороне мобильной индустрии, поскольку именно там ее корни. То есть у нас есть стандартные рекомендации, ими устанавливаемые, которые были приняты большинством стран Европы, которые рекомендует сама Еврокомиссия, включая ее и экспертную организацию. Но эти инструкции основаны на данных по воздействиям радиочастотных излучений, о которых мы знаем, как они благоприятны. Поэтому единственный набор рекомендаций, существующий на этот момент, для излучений, близких по диапазону к мачтам и телефонам мобильной связи, дектовым беспроводным телефоном, средствам беспроводной связи, которыми мы пользуемся ежедневно, это тот, который установлен сейчас для микроволновых печей, а именно, что если прибор генерирует достаточно энергии и концентрирует ее в достаточно малом пространстве, то он нагревает то, что в нем находится, нагревает биологические ткани. Ни одно из ныне существующих правил, касающихся хронических заболеваний или рака, ни одно, вообще, не имеет отношения ни к чему, кроме температурного воздействия и острых эффектов, вроде покалывания кожи или выпадения волос. Ни одно из них не говорит о последствиях долгосрочного воздействия, то есть значение параметра ниже 40. Это ничего не значит. Это ничего не значит. Они не предназначены для защиты от последствий долгосрочного воздействия. Комиссия по неонизирующим излучениям просто бесполезная организация. Бесполезная. В качестве примера. Если вы хотите быть уверены, что никто не нарушит ограничение скорости, проезжая мимо школы, вы устанавливаете это ограничение на отметке в 1000 миль в час. В этом случае все будут подчиняться вашим требованиям. Никто не превысит этот лимит. Каждый определенно может проехать мимо школы со скоростью 999 миль в час и ограничение будет выполняться. Это консультативная организация по определению. Учреждена совсем не для рассмотрения данных относительно охраны здоровья. То есть, по сути, комиссия по излучениям существует лишь для подтверждения того, что является фактом на 100%, и все, что не является стопроцентным фактом, их не интересует? Именно так. Они будут говорить об этом, суммировать, что есть, чего нет, что осталось выяснить. Остальное не их забота. Никаких рекомендаций, поскольку они не считают это своей задачей. Почти все страны устанавливают свои уровни воздействия на человека для беспроводных технологий, основываясь на рекомендациях Международной комиссии по излучениям, не имеющих никакого отношения к последствиям долгосрочного воздействия беспроводных технологий на здоровье человека. Итак, если я совершаю звонок, давайте я позвоню. Если вы звоните, это будет постоянно, поскольку вы устанавливаете двустороннюю связь. Окей, давайте попробуем. Пока мачта не примет, это идет соединение. А вот теперь он в режиме вызова. Это идет вызов. Это волны исходят от моего телефона к базовой станции, передается от нее дальше. А это вызов принят. Просто ужасный звук. В общем, вот что ваш телефон излучает сквозь вашу голову все это время, пока вы разговариваете по нему. Мобильные телефоны. Сложно себе представить иную технологию, ворвавшуюся в нашу жизнь быстрее мобильных телефонов. 25 лет назад это было не более, чем забавной диковинкой. Сегодня более 4 миллиардов из нас обладают одним из них. Средний возраст, когда ребенок сегодня получает свой первый телефон, всего 8 лет от роду. Мобильный телефон работает по принципу отсылки и принятия микроволн между ним и базовой станцией. Таким образом, прижимая телефон к своей голове, вы неизбежно подвергаете свой мозг воздействию этих волн. Реагирует ли мозг на это воздействие? Недавнее исследование, проведенное в США, показывает, что это именно абсолютно так. Работа была проведена доктором Норроу Волкоу. Вместе со своей командой она тестировала целый год 47 здоровых людей. Участникам опыта прикладывали сотовый телефон к их левому и правому уху. Один из аппаратов был активирован, но заглушен. Второй был выключен. Доктор Волкоу использовал оборудование для сканирования мозга, чтобы выяснить, сколько глюкозы может поглощать мозг при воздействии микроволн. Глюкоза – очень чувствительный маркер для выявления изменений в активности головного мозга, возможно, вызванных определенным воздействием, которое в данном случае оказывал сотовый телефон. Когда мозг стимулируется, он поглощает глюкозу, так же, как автомобиль поглощает топливо. 50-минутное воздействие сотового телефона было связано с увеличением поглощения глюкозы головным мозгом, и это указывает, что деятельность мозга стимулировалась радиочастотным излучением, исходящим от аппарата. Этот участок мозга находится очень близко к антенне. Здесь заметно наибольшее увеличение метаболизма. И сравните ситуации, когда оба телефона были выключены. Даже несмотря на то, что излучения, исходящие от телефонов нынешнего поколения, весьма слабые, они способны возбуждать человеческий мозг, вызывая подобный эффект. Используя заглушенный телефон, в своих опытах доктор Волков доказала, что мозг человека метаболически реагирует на присутствие микроволн, исходящих от мобильного. Реакция происходит при уровнях воздействия много ниже официально разрешенных. При том, что многие заявляли, что подобное невозможно. И эта реакция, зафиксированная этим исследованием, является лишь второй по значимости по сравнению с еще более важной проблемой, то, как эти микроволны поглощаются нашим мозгом. Это стало известно, как УКП. УКП расшифровывается как удельный коэффициент поглощения и является показателем того, сколько радиоволн или сколько радиочастотной энергии, в данном случае радиоволн, поглощается человеческим телом за определенный период времени, на определенную массу тела. То есть это показатель уровня нагрева, которому радиопередатчик подвергает ваше тело. УКП для мобильного телефона измеряется следующим образом. Используется искусственная голова, называющаяся Сэм-фантом, наполненная смесью глюкозы, заменяющей собой головной мозг. Зонд измеряет величину микроволнового излучения, пронизывающего искусственный череп и вычисляет уровень УКП, основываясь на количестве поглощенной энергии. Для Евросоюза ограничения установлены на отметке 2 ватта на килограмм, для 10 граммов органических тканей, для Америки 1,6 ватта на килограмм, для одного грамма тканей. То есть лимит для США более строгий, нежели для Евросоюза. Но другие страны мира, вроде Австралии и Новой Зеландии, пользуются европейскими стандартными. Некоторые из самых популярных телефонов на рынке генерируют такое микроволновое излучение, что их уровень УКП находится у самой грани лимита. Каждый миллиметр толщины черепа помогает защитить мозг от микроволнового излучения телефонов, а значит, понижает уровень УКП. Дети получают свой первый мобильный телефон в среднем возрасте около 8 лет. Кости черепа у 8-летнего ребенка значительно тоньше, чем у взрослого. Поэтому, думаю, вы предполагаете, что телефоны тестируются при помощи искусственного черепа с толщиной кости, как у ребенка. Голова Сэмфантом обладает усредненными размерами и формами человеческого черепа, взятых у 10 тысяч человек при измерении антропометрических показателей. И она была создана как череп среднего человека. Очевидно, что голова среднего человека намного крупнее, чем у 8-летнего ребенка. Но когда мы стали интересоваться данными компании, производящей голову Сэмфантом, все оказалось даже хуже, чем мы предполагали. Сэмфантом не является просто среднеарифметическими параметрами 10 тысяч человек. Это среднеарифметические данные 10 тысяч служащих армии США. А средний служащий американской армии совершенно определенно обладает намного более крупной головой с более толстыми стенками черепа. Вполне возможно заключить, что если бы большинство мобильных телефонов тестировались на детях, этот экзамен был бы провален. А кто именно устанавливает эти стандарты? Группа людей. Под названием... Из комитета под названием МКЗНИ. Люди, работающие над мобильными телефонами, просто инженеры. Они не имеют понятия, что происходит снутри живой клетки. Однако, важно проповедуют по этому поводу, предполагая, что единственное, что может навредить здоровью живого организма, это способность аппарата нагревать органическую ткань. Это то же самое, что сказать. Мы знаем, что если варить яйцо достаточно долго, то оно становится твердым. Однако они не знают, что если яйцо не варить, то оно превращается в цыпленка. У них нет ни малейшей идеи, как это происходит, но они упорно делают вид, что знают это. В 2011 году Всемирная организация здравоохранения изменила рейтинг опасностей для мобильных телефонов, переквалифицируя их, как, возможно, канцерогенно опасные для человека, основываясь на повышенном риске развития глиомы, злокачественной опухоли мозга, связанной с использованием беспроводных телефонов. Что явилось катализатором для столь неожиданного изменения статуса? Было проделано бесчисленное количество исследований по выявлению вреда мобильных телефонов для здоровья, некоторые из которых доказывали наличие подобного эффекта, а некоторые нет. Однако наиболее убедительной стала работа Леннарда Хардела. Он руководил самым крупным и всеобъемлющим исследованием, проводившимся когда-либо, объединив свои опыты с работой ученых из разных стран. С начала 90-х годов они изучали телефонные привычки более двух тысяч людей со всего мира. Людей с опухолями вроде астроцитомы или невриномы слухового нерва. Опухолями мозга, связанными по большей части использования мобильными телефонами из-за прижимания к уху. То, что они обнаружили, просто шокирует. Они заключили, что использование мобильных телефонов действительно увеличивает риск развития опухоли мозга. Также они выяснили, почему более ранние исследования не показывали подобного эффекта. Я думаю, существует гораздо больше доказательств того, что они вызывают рак. Да, возможно, вызывают рак. Но я вполне понимаю нынешнюю неопределенность, поскольку большинство видов рака, которые еще проявятся, просто пока не проявились. Большинство людей, пока не пользуются сотовыми телефонами, достаточно долго для того, чтобы истинные последствия стали очевидными. Что касается прочих канцерогенов, требуется как минимум 10 лет, чтобы вы начали замечать последствия их воздействия. Поскольку взрыв пользования мобильными телефонами произошел лишь в конце 90-х годов, неудивительно, что мы начинаем замечать последствия только сейчас. Итак, что делает телефонная индустрия для защиты своих пользователей от возможности заработать опухоль мозга? Я пролистал от корки до корки их инструкции по безопасности и убедился, что они гораздо более озабочены защитой своих интересов. В конце инструкции по пользованию почти каждого телефона есть указания, насколько далеко необходимо держать телефон от тела. Указания, по большей части, совершенно невыполнимые. Что происходит, когда телефонная индустрия финансирует исследование вреда, причиняемого ее продукцией? И это исследование выносит заключение, что последствия присутствуют? Что использование мобильного телефона действительно играет роль в развитии рака? Обычно они стараются оставить это исследование для своего внутреннего пользования. Мы просто не знаем, что накапливается в нашем организме из-за электромагнитных полей, поскольку последствия воздействия по большей части долгосрочного свойства. И это воздействие повсеместно, как повсеместны и его последствия. Мы просто пока до конца не понимаем, что мы делаем. Хотя эпидемиология ясно показывает, что использование мобильных телефонов повышает риск заработать опухоль мозга, люди из комиссии по излучениям хотят видеть прямую зависимость причины и следствия. Каким образом это происходит? Каков механизм этого? Как именно вызывается рак? Вполне очевидно, существо, настроенное в столь тонкий резонанс с частотами Земли, столь чувствительное к ее магнитным полям, должно по определению как-то реагировать на микроволны искусственного происхождения. Но годами телекоммуникационная индустрия отстаивала свои действия, задавая один и тот же вопрос, как оказалось, что они задавали не тот вопрос. Ответ мелатонин. Мелатонин является гормоном, который, верите вы этому или нет, вырабатывается нашим мозгом. Пениальный, шишковидный железой мозга. И он является весьма мощным антиоксидантом, даже по сравнению с витаминами. К примеру, мелатонин в пять раз эффективнее витамина С и вдвое эффективнее витамина Е. И он выделяется только в ночное время. А он нам необходим именно ночью, поскольку, пока мы спим, наш мозг восстанавливает клетки нашего тела. Именно в это время мелатонин выделяется, чтобы выполнить свою задачу. Ежедневно наше тело теряет около полумиллиарда клеток. А ночью наше тело заменяет эти клетки посредством процесса, называемого метозом, непрямым делением клеток. Мелатонин очищает организм от того, что называют свободными радикалами. Эти свободные радикалы на самом деле лишние, свободные электроны, оставшиеся от процесса выработки энергии, исходно необходимые для восстановления наших клеток. Каждую ночь, пока наше тело себя восстанавливает, возникают миллионы свободных радикалов в качестве побочного продукта деления клеток. Эти свободные радикалы атакуют здоровые клетки. Считается признанным фактом, что эти свободные радикалы являются главным фактором, вызывающим большинство видов рака. Наши телы вырабатывают защиту против этих свободных радикалов, самый мощный из своих антиоксидантов, мелатонин. Он проникает в кровь и действует в качестве естественного антиоксиданта и естественного средства против рака. Мелатонин весьма и весьма эффективный антиканцероген. Он выступает как противоопухолевое соединение, то есть он защищает вас от рака. Он контролирует цикл сна-бодрствования, чтобы вы хорошо спали ночью и у вас вырабатывалось достаточно мелатонина. Эта молекула замедляет старение путем очищения организма от свободных радикалов. Он сохраняет вашу кожу, из-за чего она выглядит более молодой. мы собрали в нашей лаборатории 12 тысяч исследований за все эти годы. Это больше, чем исследований, опубликованных по парацетамолу, самому известному средству от головной боли. Существует гораздо больший научный интерес к мелатонину, нежели к парацетамолу. Каковы последствия понижения уровня мелатонина для человека? Что ж, если у вас пониженный уровень мелатонина, ваша иммунная система становится менее эффективной. Для начала у вас нарушается сон, вы не можете заснуть, или если вам это удается, вы часто просыпаетесь и не можете уснуть снова. У вас могут начаться осложнения с сердцем, поскольку мелатонин также защищает и его. И вы гораздо более предрасположены к разным заболеваниям, поскольку ваша иммунная система не функционирует лучшим образом. Можно составить целый список происходящего при пониженном уровне мелатонина. И, к примеру, средняя женщина, у которой обнаружен рак груди, обладает лишь 1, десятый уровня мелатонина относительно нормы для женщин ее возраста. И люди с раком простаты обладают менее чем половины уровня мелатонина, нежели должны. У детей, страдающих аутизмом, уровень мелатонина более чем наполовину ниже необходимого. Мелатонин понижен у людей, работающих в ночную смену. Так как они работают в ночное время при искусственном освещении, мелатонин у них не вырабатывается. Подобные люди, как известно, на 50% больше подвержены риску рака груди. И Международное агентство по изучению рака уже классифицировало труд в ночную смену как возможный фактор заболевания раком по причине понижения уровня мелатонина. К данному моменту опубликовано много исследований, показывающих, что люди, работающие по ночам, а также слепые люди, обладают иным уровнем заболевания рака, нежели среднестатистическое население, и большинство этих исследований поддерживает взгляд, что отсутствие мелатонина или его низкий уровень негативно влияет на здоровье. Поскольку тело восстанавливается только по ночам, мелатонин выделяется лишь тогда, когда шишковидное железание ощущает света в окружающем пространстве. Дело в том, что шишковидная пениальная железа чувствительна к свету. Она расположена в человеческом мозге там, куда приходят сигналы от наших глаз, у перекрестка зрительных нервов. Этот участок мозга называется супрахиазматическим ядром, которое напрямую связано с пениальной железой, чтобы сообщать ей, присутствует ли свет в окружающем пространстве или нет. Если он есть, то, как излучение, он становится помехой для сигналов, которые мозг обычно посылает клеткам, чтобы восстановить их. Это говорит мозгу, что ему нет смысла посылать эти сигналы, поскольку помехи просто не позволят клеткам услышать его послание. Поэтому мозг ждет, пока не наступит темнота. Какие исследования показывают, что на выработку мелатонина влияет воздействие электрических, магнитных полей, радиоволн? Что ж, институт Беттелл в Америке проделал немалую работу по этому вопросу, начиная с конца 70-х годов. Их ученые, такие как Барри Уилсон, Дик Стивенс и им подобные, начали размышлять, поскольку мы знаем, что если включить свет, то мозг перестает вырабатывать мелатонин, возможно, наш мозг не способен видеть разницы между электрическими полями, которые мы сами же искусственно создаем, и обычным дневным светом, ведь наш организм не производит мелатонин в дневное время по вполне понятным биологическим причинам. И они предположили, что, возможно, эти электрические поля подавляют синтезирование мелатонина, и что это, в свою очередь, ведет к развитию рака, в особенности рака груди у женщин, потому как у них отсутствует иммунологическая защита, которая была у них в противоположном случае. То есть мозг интерпретирует радиоволны как световые волны? Да, он не видит между ними разницы. гипотеза, что пенеальная железа не может отличать естественное излучение от искусственных, определенно поддерживается множеством исследований. Рактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Это исследование, показывающее, что уровень мелатонина у пустельгии падает при подобном воздействии. Исследование, что белые аисты, вьющие гнезда неподалеку от радиомачт, выводят меньше потомства по сравнению с аистами, гнездящимися далеко от них. Исследование на разных других птицах, муравьях, пчелах, исследование на морских животных, все указывает в одном направлении. А еще есть лабораторные исследования клеток пениальной железы, которые и синтезируют мелатонин, изучающие эффекты воздействия магнитных полей на эти клетки, которые показывают, что магнитные поля нарушают выработку мелатонина практически на всех стадиях его синтеза. То есть, вы видите свидетельство этого во всех аспектах процесса производства мелатонина, доказательство подавления его выработки под воздействием магнитных полей, причем исследования рассматривают малейшие детали этого процесса. Вы бы сказали, что это практически доказано? Да, я бы так сказал, я бы так сказал, что это практически доказано. совершенство нашего тела позволяет ему успешно бороться с выработкой свободных радикалов при помощи выработки мелатонина. мы создали в самих себе тонкий баланс, совершенную систему защиты. Потребовались миллионы лет для оттачивания этой техники. Техники, развивавшиеся под воздействием окружающей среды. Но за последние несколько десятилетий окружающая нас среда изменилась. И изменилась невероятно. Для невооруженного глаза мир, кажется, остался прежним. Однако на клеточном уровне это самое большое изменение окружающей среды, с которым когда-либо сталкивалась жизнь на этой планете. Вполне вероятно, что такие огромные перемены неизбежно расстроят столь хрупкий баланс. И последствия для нашего тела, не производящего необходимого количества мелатонина, могут быть катастрофическими. Ученые со всего мира сегодня убеждены, что свободные радикалы могут являться причинным фактором для каждого известного нам заболевания, не только рака. В начале 20 века детская лейкемия была медицинской редкостью. Мы наблюдаем сейчас большой рост количества заболеваний лейкемии среди детей, начиная с того момента. Оно растет с каждым годом примерно на 2%. И это также относится ко множеству других болезней, аутизму, опухолям мозга, раку, уровень которого в 10-е годы 20 века был, кажется, вдвое меньше сегодняшнего. И еще много других заболеваний связываются научными исследованиями с воздействием электромагнитных полей и излучений. Не только лишь с воздействием линий электропередач, но и радиополями и полями микроволновых излучений. Потому как мы на самом деле за последние 50 лет мы погрузили себя в океан электромагнитного излучения. Оно повсюду вокруг нас, невидимое для глаз. Мы не можем его видеть, хотя знаем, что оно существует. Каждый раз, беря в руки телефон, очень-очень сложно повернуть время вспять, если это вообще возможно. Но нам необходимо осознавать наличие этих неблагоприятных для здоровья воздействий, чтобы у нас был выбор и возможность принять меры предосторожности против них, если мы хотим этого, если мы считаем это необходимым. Меня лично беспокоит то, что происходит прямо сейчас. То, что мы, возможно, не обращаем на это должного внимания. И один из моментов это аутизм. Или, если дать ему истинное имя, спектр аутических расстройств. Не думаете ли вы, что мы приближаемся в науке к моменту, когда у нас практически отсутствует контрольная группа, чтобы протестировать вещи, подобные этой, поскольку каждый из нас имеет мобильный телефон, почти у каждого из нас есть Wi-Fi, или почти каждый подвержен воздействию электромагнитных полей. Да, мы подходим к ситуации, когда так много людей подвержены влиянию электромагнитных полей, излучаемых мобильными и Wi-Fi. Что у нас более нет контрольной группы населения, чтобы можно было пронаблюдать разницу между здоровьем людей, подверженным излучением, и здоровьем тех, кто избавлен от этого. Если позволите провести аналогию, мы выяснили, что курение приводит к раку легких. Что произошло, поскольку некоторые люди не курили, они стали той самой контрольной группой. Если бы мы все курили, мы, может, никогда бы и не обнаружили, что сигареты вызывают рак. Все бы вокруг умирали от рака легких, но это считалось бы естественным недугом, который мы просто не связывали бы с курением. С мобильными телефонами происходит следующее. Мы уже практически лишились населения, не подверженного этому воздействию. Даже то меньшинство, что не обладает мобильными, все равно окружены излучением мобильной сети, когда они идут в магазин, когда садятся в поезд, оно повсюду. Это не просто единичный случай вроде моего. В конце концов, если ты увеличиваешь количество электромагнитного излучения в атмосфере, и это мы делаем, и сегодня у нас миллионы и миллионы раз выше интенсивность электромагнитных полей и микроволн в окружающей среде, нежели 30 лет назад. Весьма сложно сказать, где мы будем через 15 лет, но я уверен, что уже через несколько лет мы обязательно осознаем, чего это неблагоприятное воздействие на здоровье стоит для нашего общества. Только тогда мы, возможно, проснемся и взглянем внимательнее на причины этого, на то, что нам делать с этими причинами. Мы выдающийся и в то же время очень сложный организм. То, как функционирует наше тело, не является случайностью, и все это не сложилось за одну ночь. Как и любое другое создание на этой планете, мы адаптировались к среде, в которой существуем. к среде, которая с самого начала времен установила тонкий баланс полей и резонансов. Все это не просто окружает нас, все это делает нас теми, кто мы есть. Клетки нашего тела общаются друг с другом, используя частоты жизни. Так же, как ДНК используют электромагнитные частоты, чтобы воспроизводить себя. В корне всего протоны и электроны. Они несут положительный и отрицательный заряд, делая всю жизнь магнитной по своей природе. Мы, как и вся жизнь вокруг нас, наделены клетками криптохромов, позволяющие нам чувствовать эти поля посредством механизмов, которые мы едва начинаем понимать. мы существа частот, электричества, света и магнетизма. И чтобы стать таковыми, нам потребовались миллионы лет процесса, начавшегося в самой первой клетке. И хотя мы с радостью приняли беспроводные технологии и наполнили ими нашу повседневную жизнь на клеточном уровне, наши тела не смогли этого сделать. Частоты, окружающие нас сегодня, так же чужеродны для наших клеток, как были бы и для наших глаз, если бы мы их видели. Наши дети рождаются в мире, в которой их тела просто не понимают. К чему это все приведет? Пока создается этот фильм, по всей планете разворачивается сеть технологий 4G, ради этого разрешенные уровни только увеличиваются. Wi-Fi есть практически в каждом доме, школе, офисе. Он вокруг нас постоянно. Цифровые, беспроводные, дектовые телефоны почти в каждой семье. В то время, как ответственная индустрия должна высказывать беспокойство, она демонстрирует полное безразличие к нашему долгосрочному здоровью. Все решают деньги. И мобильная индустрия вряд ли станет сознательнее, как этого не произошло с индустрией табачной. Если возможны какие-то перемены, они не придут от них. Они должны прийти от нас. Нам лишь необходимо открыть глаза и разглядеть эту проблему. Фильм Джеймса Рассела Как вы считаете, станет ли и БМТ финансировать исследования по влиянию радиоволн на мелатонин, учитывая, что это тот самый механизм, посредством которого, по мнению многих, мобильные телефоны подавляют выработку мелатонина, являющегося антиоксидантом, очистителем организма от свободных радикалов, если хотите? Режиссеры Джеймс Рассел и Джон Уэбстер Когда мы объявляем об ожидании предложений по направлениям исследований, как это происходит в данный момент, хотя мы и указываем на сферы, в которых особенно заинтересованы, но приветствуем заявления, предложения по всему спектру. Редактор сценария Дэн Бернстайн Но нам приходится отдавать предпочтение тем или иным заявкам. Мы все-таки ограничены в средствах, но мы не исключаем финансирование исследований по мелатонину. Просто эта сфера не рассматривается нами как приоритетная в данный момент. Операторы Свет Джон Уэбстер ИБМТ все же собирается инвестировать средства в исследования, в данный момент изучающие воздействие мобильных телефонов на мелатонин. Исследователь, автор сценария, продюсер и монтажер Джеймс Рассел Дэн Бернстайн Дэн Бернстайн Дэн Бернстайн Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok